Десятый генный ключ. Тень. Самоодержимость. Запутанные пути Я. Как один из краеугольных камней человеческой индивидуальности, десятый генный ключ указывает на самый глубокий из всех человеческих вопросов – понятие любви к себе. Эта неясная сила внутри человека начинает свою жизнь здесь, в десятой тени. Фокусирующаяся на наиболее близком окружении из возможных – на собственном теле. Это один из самых примитивных аспектов и архетипов в человеческом геноме. На теневой частоте он сжимает всю вашу жизненную силу и принуждает ее двигаться внутрь, что делает эту тень одной из самых мистических из 64. Именно здесь по-настоящему начинается личное путешествие навстречу пробуждению и трансценденции. Так или иначе, эта генетическая центростремительная сила исключает других существ из вашего непосредственного внимания и интереса. В древних гоминидах десятая тень обеспечивала индивидуальное выживание, так как она ставит сохранность собственного механизма на первое место. Способность отдать свою жизнь за другого человека или за другие высшие цели – это трансценденция десятой тени. В современном мире десятая тень по-прежнему управляет нами на коллективном уровне, хотя сейчас она уже проявляет признаки пробуждения. Десятая тень акцентируется на индивидуальности, что может быть как благодатью, так и проклятием. Личная дифференциация – это краеугольный камень эволюции как таковой. Если мы не обнаружим нашу собственную идентичность и уникальность, мы не сможем превзойти ее и продвинуть наше общество на более высокий уровень. Благодать заключается в том, что чем больше мы позволяем себе быть отличающимися, тем больше мы действуем как целое. Это один из красивейших человеческих парадоксов. Только через наше разнообразие мы можем прийти к единству. Но существуют силы, направленные против эволюции, и эти внутренние силы не позволяют нам испытывать нашу истинную уникальность. Программный партнер этой тени – пятнадцатая тень серости. И до тех пор, пока эта пятнадцатая тень скрывает в себе страх отличаться от других, она превращает нас в толпу. Пятнадцатая тень делает нас однородной массой леммингов, в которой подавляется наша уникальность. Так же, как пятнадцатая тень направляет ваше внимание на все, что угодно, кроме вашей собственной уникальности, десятая тень делает обратное. Она превращает вас в человека, одержимого собственной исключительностью и тем, как ее обрести. Таким образом, мы видим в мире два типа людей – тех, кто следует за толпой, и тех, кто всеми силами пытается этого избежать. Десятая тень не принимает и не может принимать в расчет никого, кроме себя. Через эту тень вы становитесь настолько одержимыми собой, что перестаете видеть и чувствовать тех, кто вас окружает. Другим с вами становится очень сложно иметь дело, даже если вы чувствуете, что с вашей стороны это возможно. Даже если у вас может быть много разных отношений, правда заключается в том, что в душе у вас нет свободного места для других. Все и все вокруг рассматриваются через субъективную проекцию, и эта потеря объективности может привести только к одному – пустоте во всех ваших взаимоотношениях. Через призму десятой тени все, что вы видите, смотря на других, это их недостатки, которые вы хотели бы изменить. Таким образом, вам становится невероятно трудно принять кого-либо за его уникальность. В психологии и психиатрии подобная самоодержимость известна как нарциссизм, и в умеренном количестве это считается важным компонентом здоровой психики. Но на теневой частоте подобный нарциссизм действительно соответствует легенде, давший рождение этому понятию. Он захватывает человека в ловушку бесконечности собственного отражения. Как ни странно, чем большим экспертом личного Я вы становитесь, тем далее вы удаляетесь от природы высшего Я. Десятая тень в своей одержимости собой питается страхом. И это очень специфический, бессознательный страх. Страх потери идентификации. Как один из глубочайших человеческих страхов, он захватывает вас в паттерн выяснения, кто вы есть, для ощущения какого-то постоянства в жизни. Поиск истинной идентичности – это величайший поиск. Это вечное путешествие самопознания, воплощенное, вырезанное на камне аксиоме перед входом в дельфийский моракулы. Познай себя. Тем не менее, на низких частотах теневого уровня этот поиск становится одержимостью, которая фактически отдаляет вас от определения того, кем и чем вы являетесь. В стремлении убежать от своего страха вы пускаетесь в бесконечное путешествие, наполненное драматизмом и, возможно, даже приключениями, но в котором вы никогда не достигаете момента встречи с самим собой. Это ремесло Десятой тени – заманить вас в погоню за тенью своего собственного отражения. И само это путешествие навстречу своей природе становится паутиной, из которой невозможно выпутаться. В современном западном мире эта одержимость видна повсюду. Люди озабочены тем, что они чувствуют, как они выглядят, что они носят, чем владеют и где живут. Пока вы смотрите на себя, вы не способны смотреть вокруг, и в этом суть. Пока вы не увидите своей собственной одержимости, вы не сможете ее преодолеть. Поэтому это необходимое зло. Все внутренние путешествия начинаются с этой одержимости собой, и она действительно может стать бесконечным лабиринтом. Даже когда она приобретает форму духовного поиска, это может стать ловушкой. В действительности, многие духовные пути поисков истины, которыми захвачено так много людей Запада, являются величайшей самоодержимостью из всех возможных. Сам по себе путь легко становится зависимостью, которая ограждает вас от вашего истинного существа. Чем больше вы ищете свою истинную идентичность, тем более эфемерной она становится. В конце концов, все замкнутые пути приходят к точке прорыва. Тот, кто ступает по пути самопознания, древние китайцы назвали десятую гексаграмму и дзин поступью, однажды сходит с этой беговой дорожки, поскольку осознает невозможность найти искомое. Это спонтанное откровение может возникнуть только тогда, когда вы глубоко и окончательно заблудились внутри себя. Невозможно сказать, сколько пройдет времени до этого открытия, поскольку это индивидуально и не может быть сымитировано. Настоящее открытие, возникающее из глубины десятой тени, неизбежно ведет к творческому взрыву, который проявляется через десятый дар естественности. Подавленная натура тени – самоотрицание. Интровертная природа тени самоодержимости реализуется в полном отрицании самого себя. Подобная реверсивная энергия одержимости собой становится полностью центробежной и фокусируется на всем, чем и кем человек не является. Это люди, чьи жизни были прожиты для других и через других. Тем не менее, подобное мученичество не имеет позитивного направления и не может служить эволюции. Такие жизни состоят исключительно из компромиссов, и люди, которые полностью себя отрицают, для остальных становятся похожими на зомби. Возможно, что такое описание может звучать шокирующе, но подавляющее большинство мирового населения живет именно так, без какой-либо реальной любви к себе и без настоящего центрирования внутри себя. Такие люди – главные мишени для всех мировых религий. Их самоотрицание не позволяет им распознать внутри себя божественное, и им гораздо проще проецировать такой авторитет вовне. Реакционная натура тени – нарциссизм. Когда сила самоодержимости выражается через реакционную природу, она становится истинно нарциссичной в том смысле, что исключает всех остальных. Так же, как подавленная природа отрицает собственное существование, реакционная отрицает существование других. Это люди, чьи жизни базируются исключительно на собственной персоне. Страх потери идентичности живет внутри них в виде гнева, который они проецируют на других и на общество в целом. Такие люди не могут даже частично поступить со собой ради других. Они живут в паранойе, что мир или другие будут каким-либо образом пытаться отобрать у них право на свободу. Реакционная природа находит отношения с самым сложным из всего возможного, поскольку в основном она занята романом с собой, но не со своим истинным «я». Истинное «я» везде и во всем, так как его природа – любовь. Тем не менее, чтобы понять эту концепцию, придется отбросить все, что дает иллюзия безопасности. Иллюзию собственной идентичности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова